всем привет в эфире на графика и сегодня мы продолжаем серию больших лекций подкастов под названием 100 лет войны мира на кавказе сегодня поговорим о периоде от постройки мазокского укрепления в конце 1760-х до конца 1780-х когда разразилась очередная русско-туринская война и появился еще шейх-мансур то есть вот этот период когда кабарда оказалась подчинена то есть потеряла свою независимость и начались вот эти первые процессы подчинение ее и соседей в том числе непосредственно и российской администрации мы прошлый выпуск закончили событиями русско-туринской войны еще раз повторимся 1768 1775 годы разразилась эта война в которой турки хотели реванш и не получили его в результате этой войны довольно обширные территории прошли перешли во владение российской империи кабарда была подчинена полностью впервые на территории крыма россии отошли две крепости керчене николе в северной части кинбурн в северной части черноморья крымское ханство как кабарда до этого стало таким независимым которым пророссийский был поставлен хан ну естественно это вызвало недовольство у некоторых групп населения но еще во время войны поскольку еще с прошлого раза накопились претензии большие у кабардинцев российской власти из-за того что туда в моздок убегали их крепостные крестьяне часть кабардинских снатных владельцев решила выступить против россии уйти в горы и начать сплочение для того чтобы начать боевые действия не поделили между собой не получилось согласовать действия совместные для усмирения направленных к кабарду генерал демодем который предлагал и вовсе такой странный проект что у нас уходят горы то единственный способ каким мы можем их обуздать это начать сжигать посевы угонять скот таким образом создать искусственный голод который вынудит примириться за такие вот за такие предложения его в петербурге ругали поэтому было решено просто тех кого можно уговорить миром кого нельзя уговорить силы оружие я выступил в кабарду действительно происходили боевые действия известно что выступали против фамилии баматов от ажукиных за за российскую сторону выступал достаточно быстро российские войска во время демом которому помогали обширные подразделения войсковые из осетин и ангушей и магистанцев сумели покорить часть несогласных больших большой кабарды владетелей и даже об этом именно тогда в результате этих боевых действий те кабарнистские поселения которые находились в моем категории вынуждены были уйти на боксан они вообще хотели уйти к туркам но не получилось и модем их переселил на боксан окончательно а освободившееся место заняли абазинские семьи которых российские власти пригласили они выступили они вышли на переговоры с российскими властями просьба принять их в подданство и расселить поближе на более равненные земли и как раз освободившаяся территория вот эта категория была использована для того чтобы переселить туда абазин но это не просто так переселение было то есть в кабарду отправлялись специалисты которые разведывали обстановку и они сделали доклад что на территории кабарды места мало там скучный народ живет достаточно землями в данный момент категория не пользуются только для отгонного скота пользуются и был произведен опрос действительно аристократов вот этих варянских семей кабардинских что они не против чтобы абазины туда переселились на вот эти отгонные места в категории потому что в принципе они их и так подданные платят им дань поэтому то что они будут ближе жить и в принципе всех устраивает мир не наступил вот особенно боматов больше всего возмущался вот это представитель семей кабардовых возмущались происходящим продолжавшимся уходом рабов крепостных христиан единственное на что пошли власти по их требования это то что начали выплаты выплачивать по 50 рублей за христианского крепостного который перешел на территорию перебежал скажем так мусульман все таки стали возвращать причем с пометкой что в общем-то началось повальное крещение из мусульманской христианскую веру этих беглых не потому что они действительно как-то к этой вере серьезно относятся а просто с целью перебежать и получить свободу таким способом поэтому это быстро распознали и стали проводить проверки и старались мусульман все таки возвращать обратно но была другая проблема что многие большие большие кабардинские владельцы просто покупали христианских рабов грузин из грузии и это все вскрывалось что кто-то продает обовременяет и не позволялось грузинам предаться при российских непостях и вроде бы все чуть-чуть нам адрес но в следующем году опять возникает конфликт дело в том что в 1770 году на волне вот это давление со стороны османской империи ингуши и часть теченцев принимает начинает принимать христианство как оказалось позже тоже достаточно формально и в основном это были как раз таки обычные крестьяне простые которые пытались спастись от угнетения и собственных феодалов и еще и кабардинцев которые периодически нападали и требовали следовать в ответ на крещение некоторых обществ особенно тех которые считались как бы вольными то есть если платили дань то только насильно и чаще всего старались сопротивляться и так изменять свои решения после ухода кабардинцев эти вольные общества приняли крещение это стало поводом для кабардинских князей начать нападать на ингуши и что привело к тому что ингуши начали обращаться к российскому правительству с просьбой о помощи защите приостановился процесс крещения в этих землях а как и в осетии так и в ингуши эти действия программа по которой должны были крестить все население должны были строить церкви то есть эта программа была приостановлена сильно много помочь российские власти не могли и постоянных гарнизонов не было поэтому ингуши скоординировались и стали в ответ попадать на кабардинские земли началась война всех против всех в малом нашей кабарде это 1773 год уже был то повлекло к тому что к концу войны в 75 году российские власти начали задумываться о постройке укреплений началась разведка местности под будущий вольный кавказ запустился опять процесс христианизации внутри малой кабарды из-за этого тоже начались конфликты потому что князья аристократа большой кабарды нападали не только на ингуши и сетей но еще и на кабарде в малой кабарде то есть младших князей таким образом пытаясь их всячески принудить платить дань собственно немножко геополитики больше то есть проект екатерины второй который появился в результате окончания российско-османской войны 1775 году екатерина вторая загорелась греческим так называемым проектом то есть она хотела полосу захватить турцию вернуть в константинополь сделать его снова столице греческого государства то есть скажем так восстановить византию и кавказ в этом смысле представлялся ей как местность как и крым никогда подвигавшийся сильному влиянию византии никогда принявший христианство и то есть зона нужно возвращать христианство такая какая-то мессия и и собственно даже сын икатерины второй константин получил имя в честь константинополя годы поскольку она предполагала что именно он стал первым королем и императором вот этой восстановленной византийской империи вопрос же стоял все время остро с этими беглыми крестьянами которые крестились и потемкин снова выдвинул вот это предложение что их может быть переселять в сибирь на оренбургскую линию которая шла храняла границы полусеверной части казахстана современного но этот проект оказался не живым поскольку сразу же таки то видно поступило обоснованное мнение что жители которые живут совершенно другой местности другом климате они не освоятся сибири никак и в худшем случае просто и берем рот или будут перебегать казахом туда или даже в китай при удобном случае а к 1778 году возникла еще одна проблема дело в том что в грузии тогда происходили вот эти обширные боевые действия грузины сражались с перстами с турками и обстановка была довольно печальной грузинский царь ираклий в какой-то момент стал приглашать грузию тех кабардинских князей которые были недовольны действия россии на службу для поддержки и многие действительно ушли и кабардинцы воевали с перстами на стороне грузина ираклий через осетин и через кабардинцев пробивал возможность в случае поражения персов сбежать через горы в малую кабарду селиться и все это делалось как бы за спиной российской империи то есть российские власти об этом узнавали через разведчиков и посылали концовку ираклию о недопустимости переманивания князей кабардинских на свою сторону для службы результатом войны стала еще одна вещь дело в том что в связи с гречским проектом и началом тотального пересмотра кавказа как территории будущей христианизации и включения его в тело империи начались постройки полноценных больших линий первой из них стала моздокская линия укрепление тянувшиеся от азова в устье дона до собственно моздока через все эти степи кубани и ставрополя серия крепостей которая построена была за несколько лет буквально естественно это вызвало серьезное возмущение со стороны турции которая хотела реванша она начала посылать с турции приезжали различного рода посланцы которые они как бы подзуживали местное кавказское население сопротивляться постройкам крепостей нападать на них многие из-за этого уходили в горы но проблема была еще и в том что в город шли только князья крестьянам крестьян то как раз все устраивало все отношения с российской империей были только на руку и поэтому крестьяне часто выступали против своих владетелей этих князей восставали против них убегали массово российскую сторону для того чтобы их не переселяли в горы параллельно на кубани действует суворов 1777 году он выстраивает цепь укрепления по правому берегу кубани на одном из которых архангельского фельдшанца позже вырастет и цель была у него такая именно что ожидалось опять в ближайшее время снова война что турции вознесли реванш рано или поздно нужно укрепить укрепить этот берег в том числе и покупали таким образом крепости выше появились от черного моря до каспийского и до устья дона в азовском море перерезали всю территорию степного кавказа постепенно в 83 году это все выйдется в восстание степных кубанских нагайцев которая же очень жестоко подавит суворов и большая часть нагайцев бежит на левую сторону кубани между речи лабыль и кубани и туда дальше еще адыгам в горы и вместе с ними как у махаджира уйдет в османскому пиву восемь втором году когда окончательно линия была закончена золобоздоровская комбардиция понимая свое безвыходное положение они начали пытаться договариваться с российскими властями жаловались что опять же на крепостных на то что у них угоняют скот солдаты причем массово достаточно то есть принуждали их через голову к умирению и просили мира но просили удалить органских купцов которые собственно у них этих холопов и перевозили в российскую сторону где они и крестились помогали бежать крепостным крестьянам в то же время возникает от них гвардитцев лояльно жалобы на закубанцев то есть западных адыгов которые нападали на лояльных россии гвардитцев постоянно гоняли у них скот получается как-то странно российские власти поступали что они не наказывали их они не давали производить кабардинцам ответные нападения туда в закубане и в то же время взыскивали самих кабардинцев ущерб принесенные теми закубанцами что вызывало логичное возмущение и очень странно что это возмущение было пропущено мимо ушей и кабардинцы начали взыскивать просто со своих крестьян эти убытки с которыми с них снимали штрафами что вызвало свою очередь еще одно восстание крестьян в 83 году подписывают георгиевский трактат и грузия становится частью российской империи и через год появляется в крепости в обладе кавказе которая закрепляет маршрут грузию а буквально через четыре года появляется шейх мансун за ним правда никто из кабардинцев толком не пошел заключением некоторых единичных случаев и к этому моменту появляются формируются преддверии новой войны с турками стороны российской власти горские эскадроны то есть официальные подразделения российской армии которые рекурсировались набирались из представителей язычных народов кавказа включая и кабардинцев самих и один из таких регулярных полков отрядов использовался для совместного нападения на беслинеевцев что касается осетинской стороны там действовала по-прежнему духовная партия осетинская вокруг нее строились многочисленные странные скандалы что за несколько десятилетий было выделено кучу денег на проект христианизации осетинских ушей но проверки показали что деньги ушли в пустую люди просто потратили их на себя а церкви не построены школ почти нет христианских и осетин и ингуши многие просто очень очень формально поверхностно примели христианство то есть просто для виду чтобы удобно сообщаться с российскими властями не более того ингуши и вовсе прекратился процесс и было расследование но так получилось что главный в епархии он умер грузии причем при странных обстоятельствах выехал в грузию самовольно там получал деньги от грузинских правителей был убит случайно турками граблен и все это когда всплыло было очень такое странное ощущение что он шпионил просто на грузинских князей в 73 году как я уже упоминал остановилось крещение ингуши и осетин полностью из-за нападений кабардинцев которые очень болезненно восприняли эти процессы однако к 80-м началу 80-х годов когда кабардинцев подчиняли и замерили силы этот процесс замерился потихонечку и к ним присоединились еще и дегорцы осетинные дегорцы которые почувствовали более-менее безопасность тоже решили принять христианство однако в 82 году все равно возникли из нападения и уже дегорцы просят построить на тартупе крепость российскую для их защиты от кабардинцев что касается дагестана похожая история значит многие армяне помогают беглым крестьянам дагестана перебегать в кизляр принимать крещение из-за чего против них выступают многие владельцы в то же время ограничивать стараются дагестанцы лояльных дагестанских владельцев которых было большинство на тот момент россии вот нападение на грузию что это вообще традиции было то время постоянно эти нападения и особенно после принятия грузии в подданство в то же время в 74 году после постройки линии маздорской азовской возникает странная ситуация попадает оказавшись в гостях у одного из владельцев кайтагских луцми академик-ботаник гмелин который по своей инициативе из экспедиции по кавказу он оказывается пленен этим кайтагом и он тот владелец выдвигал российским властям требования чтобы вернули каких-то крестьян бежавших еще при персидской власти или выкуп какой-то просил и покрашивали переговоры академик умер и начались переговоры сборы союзников тоже то что наказать это дерзкого так скажем дагестанского владельца а все это привело к тому что в дагестан были переведены войска дадема после провальных переговоров начали боевые действия был разгромлен владелец но он сумел собрать в горах повстанцев окружил войска российские около дербента но в итоге ничего не получилось у него победить не получилось подкрепление подошло его разгромили и в итоге постепенно после мирных приговоров он стал самым лояльным российским поддумом как ни странно восемьдесят пятом году появляется в горах у шурма он же шейх мансур который пытается со стороны чечни вокруг чеченцев объединил на основе шариата в борьбе против российской империи но в дагестане у него не получилось собрать людей и он вынужден был в итоге не получив массовой поддержки особенно со стороны крупных владельцев князей вообще на кавказе бежал он к туркам в крепости на пол где и был поведен во время русско-турецкой войны вот такая обстановка в целом вкратце была на кавказе между двумя российско-османскими войнами в следующем выпуске будем разбирать уже период начиная с российско-османской войны 1789-го появление черноморского казачества на западном кавказе и некоторые изменения происходившие на территориях кавказа вплоть до 1822 года когда официально считается началась кавказская война с действий ермолова в кубарде от этой войны до ермолова рассмотрим следующие выпуски а пока я предлагаю послушать несколько аудиозаписи или источников в частности я уже упоминал из кабардинского фольклора песни появления войску эдема и раздрай в стане кабардинцев и это народная песня а также записки иностранцев в частности это фольк штейлин это рейнекс и элис которые бывали в разные годы в этот период на северном кавказе в дагестане и в кабарде и описывали в них этнографические впечатления о народах об этой местности а также мы с вами послушаем заметку из газеты о быте в Ставропольском укреплении как она только появилась на Золбуздобской единии все приступаем к аудиозаписи газета Ставропольские губернские ведомости номер 47 21 ноября 1915 года страница 4 сведения о жизни и поселения Ставропольской крепости по прибытии казаков Ставропольской крепости для них тотчас же под поселение отведен был участок земли к северо-востоку от крепости по скату возвышенности и поравнине здесь собственно и началось первое поселение нынешнего города постепенно распространявшегося далее и далее к востоку и югу поравнине пришедшие казаки за поставили деревянные незатейливые постройки которые не отличались своей красотою, но военным людям, пришедшим на Кавказ для укрепления границ, и некогда было думать о красоте и удобстве своих жилищ. Они старались только как бы поскорее заложить их основания и потом приняться за свое главное дело – оружие. Казаки не имели недостатка в материалах и свободно пользовались лежавшими вокруг них лесами. Окопали казаки свое жительство валом, огородили и начали заниматься садоводством, составлявшим, как кажется, главный предмет тогдашней их хозяйственной деятельности. Крепость не была отрезанной, хотя сообщение совершалось при посредстве Акказии, то есть под прикрытием военной команды при одной пушке. Судя по отметкам на бумагах, сохранившихся в архиве дел, о времени посылки и получения, сообщение было налажено хорошо и почта доставлялась с удивительной быстротой. Хотя, конечно, это надо отнести к казенным бумагам, а не к частной переписке. Сообщение велось при посредстве верховых казаков, и эстафета доставлялась с узубительной быстротой. Вести из России не были часты, и письмо было большой редкостью. Если принять во внимание прилив переселенцев и то, что военное начальство должно было входить в их нужды и принимать участие в их правоотношениях, то можно утверждать, что в крепости было большое оживление. Что касается внутренней жизни, развлечений, то главным удовольствием было чаепитие, спиртные напитки, то есть водка, были только для праздника, в самом ограниченном количестве, а виноградное вино и вовсе недоступно. Охота на кабанов, медведей была большим развлечением, а обилие птиц, в особенности перепелов, стрепетов и фазанов, сделало охоту любимым отдыхом и создало обычай. Грамотность была очень слабо развита. Школ не было, но начало им положено было в казачьих станицах, учреждениям полковых школ. Книга была редкостью, хотя и встречаются книги 1785 года, как советские, так и церковные, перевезенные из России. Следующая запись, которую мы будем озвучивать, это записки Иоганна Петра Фалька, шведа, который в 1768 году от Академии наук совершил путешествие по России. Он провел в пути около шести лет и на Северном Кавказе побывал в 1773 году. В результате этого путешествия он сильно подрывал свое здоровье и, не выдержав страданий от болезней, в 1774 году в Казани застрелился. Иоганн Петер Фальк, записки путешествия Академика Фалька. Страна Претерики. Что я буду говорить о стране Претерики? То сообщаю я частью из моих собственных наблюдений и некоторых примечаний, учиненных во время пребывания моего у теплиц, с частью же из собранных достоверных известий. Ученый и неутомимый профессор Гюльденштетт, побъехавший из страны Кавказа, сообщит подробнейшие и основательнейшие известия о Терике. Мною же собранные примечания могут служить дополнением к познанию всей страны. Примечания. Гюльденштетт действительно издал записки о путешествии по Северному Кавказу, в том числе, в которых довольно много рассказывает об этнографии, о местах проживания различных племен, народов и общин, об их количестве. Но мы их здесь не публикуем, потому что они, как и многие этнографические записки того времени, весьма пространные, содержат очень много откровенно ошибочных толкований и заблуждений того времени, и могут быть неправильно истолкованные. Чего бы я хотел избежать в данных выпусках. Поэтому, если вам интересно, Гюльденштетта вы можете найти самостоятельно, свободно в интернете. Есть его изданные записки. Калмыки называют Терек Тергал, то есть Гол-река. Он, а река, выходит из Кавказских гор и течет до соединения с рекой Малкой. Слева принимает она в себя только малые ручьи, а справа у станицы Щедреной большую и быструю реку Сунжу, которую татары называют Сумышем. В горах славную по чистой воде реку Аргун, при которой живут чеченцы. На горном хребте при устье Сунжи у Барагуна имеются Петровские теплицы, а на другом берегу у Черноланной станицы теплицы Екатерининские, каковых есть еще много в некотором расстоянии до Терека. Левый берег населен только на Тереке, но и то немного. На правом берегу, в большем или меньшем расстоянии, находится деревня горских татар. Надо пояснить, теплица здесь, вероятнее всего, имеется в виду некие огороды, которые разбили жителей этих станиц. На левой или российской стороне вся Куманская степь необитаема. Селение на левом берегу, кроме двух небольших деревень, суть все укрепленные станицы, в которых в 1773 году считалось гребенских служащих казаков 500 человек, семейных 450, волжских 507. Каждого казака семейство можно считать состоящим из четырех душ. Некоторые холосты. У Черноланной станицы на правом берегу реки, но в 10 верстах от Онова на горном хребте, находятся и Екатерининские теплицы. На горе небольшие окопы, а при подошве он и при теплицах татарская деревня Девлет-Гирей-Аул. Владетель ее, Девлет-Гирей, находившийся под покровительством России, убит татарами и вместо его малолетнего сына управлял деревней староста их Хаджи Илбузда. Деревня велика, имеет много скота, но земледелием занимается очень мало. Щедрина или Щедринская станица, как и все прочие на Тереке, походит на Черноланную и имеет одну только церковь. В ней живут 150 гребенских казаков. Кроме казаков живут здесь разные российские, татарские и армянские купцы, которые сию станицу, с прочих, сделали первой. В стороне от Щедрины впадает в Терек справа река Сунжа. В двух верстах выше ее устья стоит татарское дерево не Барагун, или, как говорят россияне, Барагун, на левом ее берегу. Деревня большая и открытая, дома частью, каменные из необожженных кирпичей, частью мазанки. Сия деревня принадлежит Трем бурзам, или князьям, Руламбею, Кудыниту и Кучелуку, находящимся под правительством России. Их жилища гораздо лучше прочих, а особенно небольшая пристройка, Кунак-Уи. Скорее всего, имеется в виду черкесская Кунак-Уне, то есть кунацкая, в которой они летом принимают гостей, дав о всем знать наперед посредством вывешенных нашеств оленьих рогов. Хм. Поселяне, в суть, хорошие сельские хозяева, имеют большое скотоводство, особенно хороших лошадей, сеют на полях столько, сколько для них потребно, есть также у них хорошие сады, в которых растут дыни, арбузы и другие овощи. Они разводят также и хлопчатую бумагу. В самой деревне живут по причине торга 10-12 армян, кои содержат виноградные сады. Барагунские татары богаты, кладбище их наполнено надгробными камнями с именами усопших, арабскими норовоучениями из Алкорана и высеченными изображениями луков и стрел. Чечен засеют много чечевицы, называемые у них Нохут. Теперь я сообщу сведения, полученные мною, о развалинах и останках прежних жителей Терекской страны и подошвы Северного Кавказа. При щедрене, а особенно у устья Сунжи, у Барагуна и Новогладской станицы и в других местах близ берегов видно много небольших курганов. За щедреной в сторону от Терека у озера Корчега виден еще высокий вал большой четырехугольной площади с четырьмя прорезями или воротами. Россияне называют сие место городищем, то есть бывший город, а татары – Шихум-Кала. Большая деревня Эндери, или как ее называют россияне Андреева, при речке Акташи, состоит из двух отделений, из коих одно называется Туменом. Мне кажется, что он и есть тот самый Тюмень, который в Миллеровом собрании российской истории назван Терке. Может быть, в том месте, где находится нынешний Тумен, был прежде старый Тумен. В противном случае мог бы он и по образу татар быть перемещаем один или несколько раз и удержать свое название. Барагун стоит уже на пятом месте, но все еще называется Барагун. Еще один наш путешественник сегодня, побывавший на Кавказе, Джордж Эллис, который издал в 1788 году свою книгу анонимно. Эллис был сотрудником английского представительства в Москве с 1778 по 1788 годы. И книга эта вышла впервые в 1798 году уже в Париже. Итак, Джордж Эллис с описанием местностей между Черным и Каспийским морями. То есть, своего рода, наверное, разведка. Согласно Страбону, местности от Фанагрии до Калхиды были населены следующими народами. Первые Зихи около Фанагрии, затем вдоль побережья Ахеи, Зиги и Гениохи, занимавшие область, простиравшуюся до Диоскурии, и, наконец, Киркеты и Макропогоны, то есть Длиннобородые. О последних трех народах ничего не известно. В отношении же первых двух мы знаем только то, что они предавались пиратству и продавали грекам на Босфории рабов, которых они захватывали во время пиратских нападений. К северу от этой области находятся горы Бештай, или Пять гор, где выращивают прекрасных черкесских лошадей. По-видимому, это та горная цепь, которая названа Гиппийскими или Конскими горами. Страбон и Плиний называют в горах Кавказа еще многие другие народы. Амарды, Сесианта или Кесианты, Агеды, Кабры, Гтагоры, Эссиадоны, Черкесы. Этот народ занимает следующие округа. Большая Кабарда, Малая Кабарда, Беслен на реке Лобе, Темируэй на реке Шагуаша, то есть примечание река Белая современная в Краснодарском крае и Адыгее, Абазех на реке Пшаха, Бжедух, Хатукай, Бшана на реках Хурса и Куркой. Примечание, что за Пшана сказать сложно, и как и реки Хурса и Куркой. Этот народ занимает территорию, которая имеет в длину около 10 градусов, и вследствие своей храбрости военного гения мог бы сделаться весьма могущественным, если бы все народности, составляющие его, были объединены под главенством одного руководителя. Но этот горский народ совершенно забыл о своем едином происхождении и быстро разделяется на враждебные племена. Это дробление и является причиной тому, что кубанские черкесы к настоящему времени значительно утратили свое былое могущество. Однако черкесы-кабарды, хотя и отделились от других своих соотечественников, все еще являются наиболее могущественными на северных склонах Кавказа. Это превосходство привело к тому, что их соседи подражают им во всех манерах, поэтому описанием этого народа мы даем представление о всех других народах Кавказа. Кроме того, своеобразие многих их обычаев, которые похожи на обычаи большинства древних обитателей этих местностей, составляют любопытный объект, достойный нашего внимания. Черкесы разделяются на три класса князья, дворяне или уздени и подданные или народ. Большое число людей последнего класса закреплено за каждой княжской фамилией и большая кабарда разделена таким образом на три равные части между тремя фамилиями Мжамбулак, Мисост и Атажук. В каждой из этих фамилий самый пожилой мужчина считается главой и судьей, покровителем и отцом всех вассалов, которые от него зависят. Никто из князей не имеет права делать землю источником доходов. У него нет других ценностей, кроме оружия, лошадей, рабов и податей, которые он может выколачивать у соседних народов. Священной считается личность не только вождя, но вообще каждого князя. Эти необычайные привилегии распространяются и на крымских принцев. Однако это единственное отличие, которое дается рождением и не может быть приобретено личными достоинствами. В мирное время князь ничем не отличается ни от дворян, ни от простых крестьян. Их пища и платья одинаковы, и их жилища ценятся ничуть не больше. Узденей или дворяне избираются князьями из низшего сословия. Это офицеры князя, и их обязанности состоят в обеспечении и исполнении законов. Именно они во время всеобщих ассамблей добиваются одобрения мер, предлагаемых князьями. Богатство подданных, так же, как и дворян, состоит в земле. Согласно одному своеобразному древнему обычаю, князья могут требовать, а иногда и силой, осуществлять свое право отбирать все имущество своих подданных, но в то же время подданный имеет право перенести свое уважение и верность на другого князя, если сочтет, что это твоего угнетает. Вследствие этой привилегии князья были вынуждены покупать привязанность своих подданных, и все их надежды на славу и богатство были основаны на доброй воле подданных, которых они вели в сражение. Черкесы не имеют писанных законов, они управляются чем-то вроде публичного права или определенным числом древних обычаев. Нация собирается в исключительных случаях. Тогда самый пожилой из князей предлагает меры, которые он считает необходимыми принять в данных обстоятельствах. Затем на совещание допускаются уздени, и после них депутаты от народа, каковыми являются старцы избранные по данному случаю, они избираются из числа тех, кто пользуется наибольшим авторитетом в народе и между князьями, и они обсуждают то, что было выработано на совещании. Если они принимают предложение князей, оно становится национальным декретом, и весь народ торжественно утверждает его. Эта церемония обычно проводится на участке земли, специально отведенном для подобных ассамблей, недалеко от жилища князя. Черкесы малоопытны в мануфактуре. Наконечники стрел это единственное изделие из металла, которое они делают сами. Правда, они изготавляют несколько сортов хорошего сукна и один сорт войлока, из которого шьют плащи. Эти плащи очень легкие и хорошего качества. К этому можно добавить несколько сортов кожи, вышитые черпаки для лошадей и так далее. Их кольчуги превосходны, они доставляются к нам из Персии, а оружие из кубиши. Примечание кубачи, Дагестан. Сельское хозяйство не обеспечивает их, строго говоря, всем необходимым для припитания. Овцы и лошади составляют главные статьи их торговли, особенно последние, которых продают по высочайшим ценам. Однако баланс коммерции склонился бы против них в значительной пропорции, если бы они не имели источника рабов, которых они добывают во время набегов. Искусство организации подобного рода экспедиции это наиболее ценный талант черкесского князя. Цель крайне тягостных хлопот заключается в том, чтобы приобрести образование в этом деле. Сразу после рождения ребенка отец подыскивает для него узденя или какого-нибудь князя из другого рода, чтобы тот воспитывал и обучал порученного ему ребенка. Как только ребенку исполнится один год, ему дарят всевозможные игрушки и оружие. Если он отдает предпочтение оружию, такой выбор рассматривается как счастливое признаменование и это событие отмечается в семье как великий праздник. В возрасте от 7 до 12 лет юный князь оставляет дом своего отца и переходит к приемному отцу. Последний обучает его обращению с оружием и лошадью, воровству и укрытию краденого. Имя вора является среди этих людей самым ужасным из всех возможных оскорблений, так как это означает открытую кражу. Затем молодого человека обучают навыкам более значительного и более опасного разбоя и он не возвращается домой к отцу до тех пор, пока его сноровка, изворотливость и храбрость не достигнут совершенства, которое его учитель сочтет достаточно. В качестве вознаграждения приемный отец получает 9 десятых добычи воспитанника, которую последний приобретает во время обучения. Говорят, что этот вид образования поддерживается для предотвращения нежелательных последствий родительской снисходительности и терпимости. Этот обычай, по-моему, имеется только у черкесов, но предмет и цель подобного обучения те же самые вообще, что у всех гурцев Кавказа. По договору с другими князьями они имеют право наказывать врагов и шпионов, грабить или обращать в рабство купцов, которые путешествуют по их стране без их разрешения. Или считается жестокостью приговаривать контрабандистов к смерти. Наконец, они занимаются бескорыстным гостеприимством, которое они предоставляют всем тем, кто ищет их покровительство. Образование ребенка, порученного воспитателю, дает последнему очень немного, кроме права и титула приемного отца. Также, поскольку этот народ очень мстительный, дворянин, который запятнал себя убийством князя, стремится любым способом похитить ребенка из фамилии убитого, чтобы вырастить его. Это единственный способ уберечь себя и своих родственников от смерти. Путешественники рассказывали нам, что для подданного похищения и воспитания юного князя есть единственный путь к приобретению дворянского звания. Согласно общепринятому мнению, ребенка необходимо воспитывать вдали от родительского дома. Девочки воспитываются их матерями. Они обучаются вышивать и шить одежды для будущего супруга. Дочери рабов получают такое же образование и, соответственно, их прелестям продаются по цене от 20 до 100 фунтов стерлингов и больше. Эти девочки-рабы необычные грузинки. Сразу же после рождения девочку обтягивают широким кожаным поясом. Этот пояс остается на месте до тех пор, пока не порвется под усилиями растущего организма и в этом случае заменяется другим. Повторением этого метода девочкам придает весьма изящную фигуру. В первую брачную ночь муж разряжает кинжалом этот пояс, обычаи, которые часто приводят к трагической развязке. Выходя замуж, женщина дарит своему будущему мужу оружие или кольчугу. В дальнейшем не допускается, чтобы он ее видел или жил с ней без соблюдения великой скрытности. Эта сдержанность соблюдается в течение всей жизни. Черкес позволяет иностранцу нанести визит его жене, но при этом нельзя, чтобы муж сопровождал иностранца во время визита. Отец делает подарок дочери в день бракосочетания, но самый большой подарок она получает в день рождения ее первого ребенка. В этом случае она разрешает ему нанести ей визит и получает остальную часть приданного с платьем, которое носит замужняя женщина, отличительным признаком которых является вуаль. До этой поры одежда женщин во многом сходна с мужской, за исключением того, что ее плащ длиннее и обычно белого цвета, цвета, который никогда не носят мужчины. До вступления в брак юноши и девушки свободно общаются во время увеселений, организуемых на их праздниках. Перед началом бала юноши демонстрируют свое искусство в различных военных упражнениях. Самый ловкий получает право пригласить на танец самую красивую девушку. Их музыкальные инструменты это флейта с тремя отверстиями мандолина и тамбурин. Их танцы похожи на азиатские. Пав танцы очень трудные, но зато очень грациозные. Черкешинки участвуют в решении общих дел нации. Они гордятся храбростью своих мужей и оплакивают павших в бою. Они проявляют большую заботу о вооружении своих мужей. Вдовы рвут на себе волосы и царапают лицо в свидетельство их скорби о павших. Мужчины также придерживаются этого обычая, но они проявляют выдержку и сохраняют спокойствие при гибели их жены и родителей. Жилище Черкеса состоит из двух хижин, чтобы муж и жена могли жить раздельно. Одна из хижин отводится мужу и служит для приема иностранцев. Другая занята женой и другими членами семьи. Двор, в котором находятся лачуги, окружен изгородью. Вся семья собирается вместе во время обеда. Их пища проста, состоит из небольшого количества мяса, пасты из пшенной муки и напитка, приготовленного из переобродившей пшеницы. Черкесов часто обвиняют в клятву преступлений и нарушении верности договора. Но, говорят, в течение последних лет верломство у этого народа не обнаруживается. Некоторые говорят, что религия у этого народа первобытная, но она успешно вытесняется сейчас христианством и исламом. В настоящее время у черкесов не наблюдается никаких видов культа. Они одинаково нарушают все положения как Библии, так и Коран. Их храбрость, о величии которой они так тщательно заботятся, не есть в результатах религиозного страха. Как и все варвары, они верят, что все зависит от случая и является следствием отдельных поступков. В одной стычке с русскими был убит черкесский князь. Моздохский казак, знакомый с суевериями черкесов, подбежал к трупу, вырвал сердце и побежал к реке, тщательно вымыл сердце и бросил его в течение реки с самыми ужасными проклятиями. Он думал, что это его действие обеспечит победу русским. В одной акции против русских они прибыли на поле боя, двигая перед собой нечто вроде барабана, наполненного хворостом, шерстью и другими мягкими вещами и покрытого шкурой. Эти машины были подвижны, отражали ядра и предохраняли их от какого-либо урона. После длительного боя, в котором русские потеряли много людей от огня противника, они пошли на эти ретраншементы в штыковую атаку и вынудили черкесов отступить. Примечание автора. Граф Сигюр, посол Франции при дворе Екатерины в своих воспоминаниях пишет, родинцев и других горцев изготавливают подвижные брустверы и стелек, наполненных хворостом и землей. Их эффективность оказалась очень невысокой. Черкесы не имеют своего письма для отражения своего языка. Те из них, кто умеет писать, прибегают к использованию арабских букв. Говорят, правда, что на древних гробницах, которые находятся в горах, есть надписи, которые в настоящее время непонятны. Их князья утверждают, что имеют старинные книги, содержащие древнюю историю их страны. Возможно, эти книги являются именно теми священными манускриптами, которые были оставлены христианскими священниками, мусульманам, которыми они были брошены вследствие успехов их религии. Поэтому, вследствие отсутствия письма, невозможно даже строить предположения, невозможно узнать ничего положительного относительно древней истории этого народа. По имени, которым они сами себя называют, адыги, возможно, что это агеды, которых пленил, упоминает, как один из кавказских народов. Позднее они, кажется, были включены в число многих народов под именем Аланов, которые были покорены гуннами, а затем хазарами, нацией татарского происхождения, в которую они вошли под названием Кабары. Император Константин сообщает, что эти кабары, составлявшие часть племени хазар, взялись за оружие и начали войну. Племя разделилось на два войска. Одно осталось по соседству с Персией и состояло большую часть Иберии. Другие объединились с венграми и укрепились на границах с херсонеситами. В Крыму. От них и произошло название речки Кабарда и развалин Черкес-Кермена возле древнего Херсона. Примечание В Крыму. Пейсонель примечание, это тоже один из авторов-путешественников того времени, книги которого отдельно опубликованы с этнографическими заметками, тоже есть в доступе в сети. Пейсонель говорит, что в венгерском языке есть много черкесских слов. Он говорит об этом в историческом трактате, в котором приводят примеры и также излагает традицию о происхождении черкесских князей. Вот это предание. Они, черкесы, ведут свое происхождение от князя Кесса, который в давние времена жил в Крыму. Этот князь имел двоих сыновей, Инала и Шаумбока. Сыновья старшего, Инала, имели многочисленное потомство, но все они были истреблены в конце прошлого столетия во время всеобщего восстания нации, вызванного их жестокостью. От самого младшего сына Инала происходят нынешние князья кубанских черкесов, а три фамилии, которые правят Кабардой, происходят от Шаумбока. Князь Кесс и его ближайшие потомки были деспоты. Увеличение численности их фамилий и уменьшение власти привело к созданию смешанного управления, которое существует и в настоящее время. В течение восьмого-двенадцатого веков черкесы упоминаются русскими и греческими историками под именем казаков, которые дали им их соседи-осеты. Арабы называли их мамлюками, грузины-черкесианами, татары-европейцы-черкесами и черкасами. После крушения Хазарской империи они, хотя и сопротивлялись, были покорены рабами, которые господствовали в Персии. К концу шестнадцатого века они стали трибутариями России. Крымские ханы, установив господство над их страной, потребовали от них небольшой дани в знак подданства, но ханские офицеры, собиравшие дани, обнаглели и оскорбили жен и дочерей черкесов. Черкесы собрали войско, перебили сборщиков в Дании и затем уничтожили армию татар в тридцать тысяч человек, которые были посланы ханом для наказания отступников. Говорят, у них есть два присущих только им обычая. Первый это избегание мужчинами по страхам позора разговора со своими женами на виду других людей, в результате чего два пола как бы разделяются на два общества. Другой это воспитание детей мужского пола преимущественно не родителями, но чужими людьми. Девочки же воспитываются их матерями. Если, как считают некоторые черкесы могли существовать на Кавказе со времен весьма отдаленных, то эти обычаи могут служить доказательством в пользу баснословных историй, сообщаемых нам относительно амазонок и григореев, которых древние географы помещают именно в тех местах, которые ныне заняты черкесами. То, что говорят, будто амазонки отрезали себе грудь, это выдумки греческих этимологов. Скорее, это слово происходит от черкесского мазэ, луна, которая является древнейшим божеством черкесов. Ну и завершим мы нашу подборку снова кабардинским фольклором. Я пытался поискать еще сетинский ингушский, но ничего толкового не нашел пока что по событиям тех именно лет. Может быть, вы, если знаете, можете подсказать. Я бы использовал тоже и в том числе источники других народов по фольклору, связанным с событиями середины XVIII века, конца XVIII века, с русско-турецкими воинами постройкой зоочерноморской линии крепостей и укреплений с стычками на границе и под Моздоком. Ну а сейчас кабардинский фольклор и это хабар под названием Красноречивым о том, как русские впервые вступили на землю Кабарды и остановились лагерем у горы Машуко. Здесь излагается легенда, связанная с вступлением войск генерала Мэдема, о чем мы уже говорили в 1769 году в Кабарду для того, чтобы усмирить тех из кабардинских князей, которые выступили против России на стороне Османской империи. В связи с этими событиями кабардинцами было собрано общее такое народное собрание с целью объединить силы для противодействия войскам генерала. Пши, уорки и пшитли, то есть князья, аристократы знатные и менее знатные аристократы. Кабардинской земли все собрались для решения такого вопроса. Ежели мы теперь допустим, чтобы русские заняли нашу страну, то не останется земли для существования наших детей, будут горевать в вековечной нищете. Ихуали сказал, люди отважные, люди мудрые, как нам быть? Собравшиеся ответили в один голос, силой оружия не пустим в нашу землю русских, до последнего будем драться. Сбор был на горе Кызбурун. В это время со стороны горы быкам голову рвет, показался одинокий всадник на белом коне. Навстречу ему выслали своего посланца, чтобы он пригласил всадника. Одинокий всадник оказался с Жандаром, сыном Ахметеку. Узнав это, часть собравшихся решила, Жандар, сын Ахметеку, в своих походах не берет спутников, он расправляется с врагом один, он не пойдет с нами. Другая же часть возражала, его хабзы нам известны, но если он не пожелает быть вместе с Карахалком, то на этот раз он нарушит свое хабзы, ибо наше дело общее дело. Все окружили Жандара, сына Ахметеку, когда он подъехал к собравшимся. Просит его, отважный Жандар, сын Ахметеку, если желаешь быть вместе с Карахалком для борьбы с русскими, присоединяйся к нам. Примечание. Жандар Ахметеков, правильно, или Ахметеку просто говорить, правильно, если по-черкесски, то есть Ахметеку это в принципе сын Ахмета. И Карахалк в данном случае это тюркоязычный термин, использовавшийся в том числе и в адыгском языке, означающий черный народ, то есть простой народ. Ладно, хотя я и не хожу со спутниками, но на этот раз пусть будет по-вашему. Так сказал Жандар, сын Ахметеку и присоединился к ним. Тут выступил из толпы всадник из рода Куденетовых. Говорят, будто бы ты болтаешь так, вместе с Пши не хожу в бой, и никто из Пши не решается ступить со мной в бой. Так ли это? Сказал всадник, выступивший из толпы. Не знаю, сын Кудетов, понравится тебе или нет, но это так. Не понравился этот ответ Кудетову, и он решил вызвать на бой отважного Жандара, сына Ахметека. Перестань, такая уж Кудетовская порода, зашумел народ. У нас сегодня важнейшее дело. Жандар, сын Ахметека, присоединился к нам по нашей общей просьбе. Вперед, не отставать, дал приказ ували предводитель. Направились в сторону от Хатху. Доехав до взросшей камышом долины, сделали привал. На том месте стояли большой сток и рядом маленькая копенка. Проводник Кудетова вытащил из копны охапку сена и развел огонь. Тут Жандар, сын Ахметека, сказал Кудетову, прикажи своему пшитлю потушить огонь, не приносит добра ночной огонь. Кудетов рассверепел и назло Жандару поджег всю копенку сена. Раз так, пусть горит, сказал Жандар, сын Ахметека, и сам поджег большой сток. Напялить на голову матерные штаны тому, кто отойдет от стока, пока он не сгорит до тла, сказал Жандар, обращаясь к Кудетову и обнажил шапку и стал упылающего стока. В русском лагере заметили красное зарево. Все русское войско трибыло на место пожара. Кабардинские всадники вскочили на коней, началась битва. Кровь льется подобно речной воде. Никто не знает отступления, а ежели кто делает попытку к отступлению, то Жандар, сын Ахметека, того возвращает назад. Так до восхода солнца продолжается битва. Кабардинцы пали все до единого, а вместе с ними пал и отважный Жандар, сын Ахметеку. Подобно камням в русле речном лежат трупы. Русские взяли с собой труп Жандара, сына Ахметеку. К царю отправили гонца с вестью о победе. Убит неустрашимый Жандар, сын Ахметеку. То есть это хабар о том, что у них между собой разлад был, полнейшие вот эти споры и зависть и упорство, оно приводило к тому, что они просто оказывались в меньшинстве и не могли оказать достойного сопротивления вторжению русских войск. Ну и короткая дополнительная еще такая песенка, плач под названием «Царское завоевание». Царь настроил станицу укреплений, из-за них у нас что ни день, то тревога. Храбрая в войсках, хамырзы, собралась на краю селения, внизу грохочут пушки, наверху плачут дети, младенцы у сосков матерей задыхаются в пушечном дыме, мальчиков, начавших ходить, бросают в темную яму. На этом свете мы храбро сражались, да войско за нами идет по пятам, большое войско в горы проходит, завалили мы тропу-дорогу, думали мы, что в горах безопасно, отправили наших слабых туда, макушки деревьев под нами посохли, покошены саблями наши друзья, корабли большие плывут по морю, привозят к нам ненавистные войска, на берегу войска собираются и выступают против нас. Вообще кабардитский фольклор очень насыщен такими, дальше уже, да, вот по хронологии, такими вот песнями, плачем или о нападениях, о разорениях, или наоборот песнями, хвальбами различным героям, которые сражаются с войсками, нападают на линии, не обязательно именно с русскими, есть и с калмыками, и с крымцами по-прежнему возникают сюжеты, и с нагайскими ханами, и с дагестанскими владельцами и так далее, то есть это беспрерывная такая война, и это разорение и геройство в одном лице. Мы еще будем, наверное, приводить такие примеры дальше, но на следующем этапе у нас поступает век 19-й, изменения, связанные с присоединением уже земель на территории Кубани, построением новой черноморской линии, черноморского казачества, будем говорить об этом дальше. На этом у меня все, как я уже сказал, в следующем выпуске поговорим о следующем периоде до 1825-х годов на Западном и Восточном Кавказе, а вы не забывайте подписываться, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомление свежих видео на этом канале, делитесь с друзьями, комментируйте, и до новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok